всем привет я тестирую новый формат видео такие болтологические в этих видео я буду разбирать ваши вопросы в комментариях мне кажется что это будет более глубокий ответ чем я просто ответила бы вам сообщение напишите потом зашла ли вам такая рубрика и так значит вопрос добрый день светлана очень хочется узнать ваше мнение по поводу приема элькарнитина для похудения смотрите действительно элькарнитин помогает снижение веса но нужно знать четкие условия то есть элькарнитин это определенный транспорт то есть каменная кислота которая помогает доставлять жирные кислоты вместо сгорания но достать она их из жировой клетки не может то есть для этого мы должны создать определенные условия какие-то условия когда вы идете на тренировку особенно кардио тренировку которая делается на высоком пульсе вы тренируетесь не менее 20 минут через 20 минут у вас вырабатываются гормоны катехоламины которые откроют жировую клетку то есть каждой клетке у гормонов есть ключ только у гормонов и вот придут гормоны откроют эту клетку и высвободят да вот и вот эти жирные кислоты которые находятся в самом адипоците дальше эти жирные кислоты погрузятся на элькарнитин и элькарнитин их повезет уже дальше вместо сгорания в митохондрии то есть это работает только при условии что вы будете заниматься не менее 30 то есть 45 минут кардио тренировками если вы просто пьете элькарнитин при этом лежите дома смотрите какой-нибудь сериал на диванчике это не работает вот так идем с вами дальше что вы скажете об овощных соках например морковь тыква и так далее мне очень понравилось когда-то у нас на одном из обучений делали такой как бы нам такой разбор то как правильнее выбрать продукт если вы смотрите на пакетированный сок и на свежий фреш лучше выбрать свежий фреш естественно польшу польза будет больше дальше если вы смотрите на свежий фреш или на смузи лучше выбрать смузи потому что смузи по крайней мере будет содержать клетчатку если мы смотрим с вами на смузи или на цельный фрукт или овощи то конечно лучше выбирать цельные фрукты или овощи то есть когда мы с вами едим цельные фрукты и овощи зелень и так далее все таки это не будет так сильно повышать уровень глюкозы в крови потому что вода клетчатка все будет максимально сохраненном виде когда же мы говорим с вами про соки до гликемический индекс соков то есть скорость всасывания глюкозы гораздо будет выше чем просто в моркови то есть морковный сок и морковь будет иметь абсолютно разную метаболическую реакцию поэтому я за то чтобы просто есть и овощи и фрукты честно скажу соки пью крайне редко если пьют то это только апельсиновый фреши это это вообще при мне кажется один раз в год где-то в отпуске все вот но опять же если вы любите можно иногда но не натощак помните да правило не натощак а после приема пищи то есть такое правило в диетологии когда мы можем забуферить продукт что-то сладкое что-то высоко гликемическое забуферить значит подстелить что-то под него то есть делать основной прием пищи а потом уже сверху добавить там что-то сладкое сладкий фрукт сладкий сок и так далее да и это поможет все-таки смешать вот все продукты у нас получится такой средний гликемический индекс что не даст высокого подъема глюкозы соответственно высокого выброса инсулина так что у нас еще по вопросам чему же янтарная кислота выкликатый кровотеч менструальный не я такого не застричала так они усугубит ли лимонная вода если частые изжоги и была язва 12 перстной кишки никогда не встречала такую информацию то есть чтобы это как-то повлияло в худшую сторону вот однозначно это не повысит кислотность вообще ну вот поэтому можно пробовать но опять же все начинаем с маленьких дозировок светочка а где и откуда брать лептин я постоянно хочу кушать это пишет моя оля которая у меня периодически худеет оля привет вам огромный смотрите откуда у нас берется лептин лептин это гормон гормон который отвечает за сытость и он вырабатывается организмом его не надо нигде брать он сам будет вырабатываться вырабатывается он только жировой тканью и вот такой вот интересный момент что чем больше жировой ткани у нас тем больше лептина будет в крови и еще интереснее что кажется как будто у полного человека дал которого там ожирение второй степени 3 у него лептина очень много этим людям однозначно ставят диагноз лептино-резистентность да потому что лептина очень много что такое лептина резистентности это значит что лептина стала так много что мозг просто не может обрабатывать столько информации то есть лептин это как бухгалтер который сел за день посчитал не за день а за каждый прием пищи посчитал так съедено было столько калорий потрачено было столько все и он пошел к мозгу делать доклад и И вот представьте, что этого лептина так много, что этих докладчиков стало просто невыносимо много. И мозг себя защищает от такого количества информации. Он просто убирает рецепторы, которые чувствительны к этому гормону. И получается вот такая история, что лептина много, а сытость человек не чувствует. Потому что сытость должна быть в тот момент, когда мозг почувствовал гормон лептин. Но так как он его не чувствует, вот вам, пожалуйста. Много жира, много лептина, много аппетита. И сытость не наступает. Как снижать лептин? Уже очень давно эндокринологи не назначают анализ на лептин. Потому что глядя на человека с лишним весом, и так понятно, что лептин высокий. Снизить его мы не можем никаким образом, кроме как снизить вес. То есть снизить то количество жировой ткани, которое продуцирует так много, этого гормона. Со снижением веса у вас будет снижаться лептин. Я, кстати, вам покажу, здесь приложу обязательно скриншот своих анализов. Когда у меня был лишний вес, это было 80 кг, у меня была лептинорезистентность. То есть у меня был лептин повышен ровно в 2 раза. Сейчас, конечно же, все в норме. Сколько лимонной воды можно пить перед приемом пищи? Если 50 г лимонного сока на 1 литр воды, вы просто-напросто наливаете стакан воды. Она может быть с лимоном или без. За 20 минут до приема пищи вы упиваете стакан воды. Вот это самая лучшая подготовка ЖКТ к приему пищи. Причем еще люди, у которых очень низкий уровень белка, вот белок не усваивается. Ем много белка, он не усваивается. Им рекомендуется с едой обязательно добавлять лимон либо в еду, выжимать, либо одновременно еще и в небольших количествах запивать водой с лимоном еду. Вообще еду запивать можно, кстати. Вы знаете об этом? Ну, естественно, не в больших количествах и не кока-колой. Это поможет улучшить переваривание именно белковых структур. Тем самым поможет повысить ваш белок до нормы. В какое время дня лучше принимать янтарную кислоту? Янтарную кислоту принимают либо 3 раза в день, либо 1 раз всю дозу. То есть и тот, и другой вариант нормальный. То есть неважно. На этом наше коротенькое, такое пробное, болтологическое видео закончено. Обязательно напишите, как вам такой вариант. И обязательно пишите вопросы под видео, и я буду в таких же разборах обязательно отвечать и на ваши комментарии. Вас обнимаю, желаю вам хорошего дня. Всем пока!